Деньги, власть, влияние. Мы расскажем вам о 10 семьях, которые тайно управляют миром. Номер 10. Слимы. С 2010 по 2013 год Карлос Слим Эллу был патриархом богатейшей семьи в мире. Сейчас, когда ему исполнилось 76 лет, состояние Карлоса все еще достигает внушительных 50 миллиардов долларов. Он сколотил свое состояние благодаря группе Карлоса, созданному им конгломерату, который, по оценкам, владеет акциями 40% компаний на фондовой бирже Мексики. Кроме того, он является крупнейшим акционером Нью-Йорк Таймс. Дональд Трамп обвинял Слима в сфабрикованном против него скандале с сексуальными домогательствами, освещенным в прессе, ссылаясь на всемирный заговор, за которым стоит Карлос. Он уверяет, что скандал был выдуман, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США. Сам же Слим давал деньги на компанию Клинтон. Слим осторожно распоряжается деньгами. Он воздерживается от покупки яхты по месту и по всему миру. Его обвиняли в извлечении выгоды при государственной приватизации, создании монополии, а также искусственном раздувании цен, что ухудшает условия жизни людей. Это привело к возникновению известного названия страны Слимландия. Номер 9. Дюпоне Семейство Дюпон представляет собой масштабную сеть 3,5 тысяч родственников с совместным капиталом, достигающим 14 миллиардов долларов. Уже более 100 лет они остаются одной из богатейших семей Америки. С тех самых пор, как Дюпон сбежал от французской революции и основал свою пороховую компанию. Со временем Дюпоны стали заниматься и другими химическими и взрывчатыми веществами. Как они воспользовались своей властью? Дюпон попробовал получить контроль над Белым домом. Пит Дюпон IV, который был губернатором Долавайра, выдвигал свою кандидатуру на пост президента на первичных выборах республиканцу в 1988 году. Помните, что они изобрели тефлон? Они также скрыли тот факт, что он токсичен, и в 2016 году на них подали в суд за то, что он вызывает рак почек у людей. Частица тефлона содержится в крови 98% американцев. Номер 8. Ферреро В день Святого Валентина в 2015 году в Монте-Карло умер Микеле Ферреро, оставив после себя 23 миллиарда долларов и итальянскую шоколадную империю. Семья владеет торговыми марками Ферреро-Роше. Микеле был третьим членом семьи, владевшим бизнесом, и в конце 80-х сделал своих сыновей генеральными директорами. Он был известен как самый богатый и скрытный магнат Европы, и никогда не распространялся о своем влиянии. В 2012 году семью обвинили в выкачивании миллионов из иностранных банков в виде ложных платежей за орехи. По странному совпадению, семья ежегодно летала в усыпальницу в Лорде, пытаясь повысить рост орехов религиозными методами. Номер 7. Буши Прескотт Буш, отец Джорджа Буша-старшего и дед Джорджа Буша, был обвинен в масштабных махинациях, проводимых им многие годы. Прескотт и его родственники были членами преслоутого секретного общества «Череп и Кости» в Еле. В 1933 году он построил военный переворот, чтобы свергнуть Рузвельта и сменить режим на такой, который будет прививать ценности Гитлера и Муссолини. Часть капитала Буши была получена посредством торговли с нацистскими организациями во время Второй мировой войны. Из национальных архивов Guardian узнала, что немецкие активы Прескотта, в конце концов, были арестованы в 1942 году. В свете событий 11 сентября администрация Буша тщательно скрывала уровень причастности в этом Саудовской Аравии. Джонатан Буш профинансировал кандидатуру своего племянника на пост президента и нашел инвесторов для его первого нефтяного проекта. Члены семьи Астер, в которую входит первый американский миллионер, занимались строительством гостиниц, становились британскими политиками, погибали на Титанике, были директорами газет и владели доброй частью Манхэттена. Капитал семейства насчитывает 100 миллиардов долларов, и, как и многих в этом списке, их обвиняли в потворстве нацистам. С помощью британской газеты Observer, Дэвид Астер успешно протолкнул отмену смертной казни, деколонизацию Африки и толерантность к гомосексуализму. В большинстве случаев принимались законы, которые распространяли его либеральные взгляды. В настоящее время Астери по всему миру занимают влиятельные позиции. Номер 5. Тата На 2016 год многонациональный конгломерат индийской семьи Тата стоит более 100 миллиардов долларов и предоставляет рабочие места 660 тысячам человек по всему миру. Ратан Тата в настоящее время руководит конгломератом и является шестым подряд представителем семейства Тата, управляющим компанией в течение ее 150-летней истории. Несмотря на то, что в первую очередь они известны производством стали, именно их чайная компания поставила их в затруднительное положение. Множество записанных разговоров раскрыли, что семья Тата была замешана в махинациях с целью настроить индийское правительство против регионального правительства штата Ассана. Кроме того, в этом году компания была оштрафована на 1 миллиард долларов судом присажных США за воровство промышленных тайн и прочих данных у Epic Systems, американской компании, разрабатывающей программное обеспечение, которое используется для хранения и обработки большей половины медицинских данных страны. Номер 4. Уолтоны Журнал «Гокер» назвал Уолтонов самой алчной семьей в мире. Их имя может подсказать вам, что они являются владельцами крупнейшей в мире сети розничной торговли – Волмарт. В результате их капитал насчитывает порядка 130 миллиардов долларов. Они – мастера налоговых манипуляций, и согласно Bloomberg News, Волмарт является одним из крупнейших политических спонсоров Америки с 1989 года, продвигая законы в налоговое и трудовое законодательство. В 2014 году Комитет по занятости заявил, что Волмарт нарушил трудовые законы в 14 штатах и вовлек в это более 60 сотрудников. С начала этого века они потратили более 80 миллионов долларов, частично финансируя компании угодных им политических деятелей. Как бы то ни было, это работает. Номер 3. Рокфеллеры По сей день Рокфеллеры остаются одними из самых богатых семейств – с 11 миллиардами долларов на 174 члена семьи. Джон Рокфеллер начал все это, основав компанию Standard Oil, которая стала слишком крупной для правительства и была разбита на Chevron, BP и ExxonMobil. Дэвид Рокфеллер, бывший руководитель IP Morgan Chase, всегда присутствовал на бильдербергских конференциях. Странно, но он отказался от поста секретаря казначейства и председателя Федерального резерва фонда. Но, возможно, это могло пагубно повлиять на его близкие, но непростые отношения с шахом Ирана. В 1975 году он встречался с молодой Маргарет Тэтчер и влюбился в ее остальную решительность. Он катал ее в лимузинах, встречаясь с президентами, главами разведок и банкирами. Спустя 4 года она стала первой женщиной-премьер-министром Великобритании. Она провела сомнительные реформы, которые положили начало новому неравенству и работе капитализма на пользу тех, кто уже владел большими деньгами, как Рокфеллеры, например. Номер 2. Вензоры. Семья Вензоров восседает на троне Великобритании уже почти 100 лет. И все политические решения до сих пор должны быть заверены монархам на законодательном уровне. Реальное же влияние королевской семьи гораздо более обширно. Тайные переговоры, лоббирование и давление, применяемые членами королевской семьи – это лишь несколько потенциальных примеров. Возьмем, к примеру, письма принца Чарльза, в которых он требует, чтобы Министерство здравоохранения продолжало проводить гомеопатическое лечение, а также советы Тони Блэру относительно военной стратегии. Как правило, до нас не доходят новости об их внутренних делах. Они обладают полным контролем над королевским архивом, в которыми хранятся эти записи и письма, некоторые из которых скрыты от широкой публики. Это позволяет им действовать тайно. Сотрудничали ли они с нацистами? Несут ли они ответственность за смерть принцессы Дианы? Или, может, они и рептилоиды, одержимые мировым господством? Номер 1. Ротшильды Империя Ротшильдов берет свое начало в 18-м столетии в Германии, где мэйр Амшель Ротшильд занимался банковскими делами. Мэйр сумел сколотить капиталы, начать международную торговлю, разместив пятерых своих сыновей в пяти главных городах Европы. Их финансовое превосходство выросло до невиданных ранее размеров и до сих пор делает их богатейшей из когда-либо живших семей. Власть, предоставляемая огромным личным капиталом, окутана множеством неясных теорий заговора, непременно связанных с антисемитизмом. Их обвиняют в фонсировании обеих сторон во время войны, финансировании Холокоста и контролировании центральных банков по всему миру. Их предполагаемая мотивация – установление нового мирового порядка, единого всемирного правительства с тоталитарным контролем. Некоторые утверждают, что им принадлежит 80% мирового капитала. В настоящее время семейство насчитывает множество человек. А централизованная Ротшильд Групп управляет банковскими учреждениями в 57 городах, а также является личным советником королевы. Спасибо за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть больше интересных видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok